Это очень замечательная история. Она такая трогательная. Но что может быть лучше того, что мы напоминаем людям о том, что надо верить, надо ждать. Напоминаем о тех годах войны, тяжелых, сложных, кровавых. И о том, что не только мужчины победили в этой войне, а и женщины. Женщины, которые умели ждать. И может быть благодаря этому мужчины и выжили, и победили в этой войне. Поэтому выбор пал на эту историю, написанную когда-то Константином Симоновым. Вы знаете, был такой фильм, который часто повторяется сейчас в нашей фильме. Фильм замечательный, там актриса Серова играет прекрасно. И мы с драматургом Александром Бутвиловским написали либретто, потому что, ну, такой, так скажем, по мотивам канву для спектакля. Ну, потому что всякое музыкальное прочтение требует все-таки своего подхода, своя драматургия, свои правила игры. И поняли, что не надо это заказывать композитору, что самые прекрасные мотивы и песни были написаны именно в годы войны. И мы собрали эти песни, попросили композитора Уманского сделать оркестровку, заказали специально, потому что песни многие написаны для рояля или для баяна с сопровождением. А вот оркестр, он дает, конечно, краски, он развивает эту драматургию. И получилось вот такое сочинение, которое, мне кажется, не может не достучаться до сердца сочетей. Ну, конечно, мы используем все современные средства, потому что здание такое замечательное. Во-первых, мне кажется, будет удивительно для зрителей то, что в таком огромном зале, в таком роскошном зале, все поют без микрофона. Вы знаете, что обычно либо там минусовки употребляются, либо такие прикрепляются гранитуры, как они называются. Ну, у людей такие голоса, солисты, оперных, что они поют без микрофона. Поэтому вот это живое, как сейчас говорят, живой звук, хотя это не совсем профессиональное определение, ну, это вот живое пение, это живой контакт. Это один из компонентов любого музыкального спектакля, которое делает общение со зрителем особенно теплым и интересным. В драматическом театре очень хорошая площадка, потому что, когда я ставила здесь травяту, то эта площадка прекрасно подошла, и тоже была акустически очень выверенная, там в замечательном состоянии. Вообще поразительно, что в таком небольшом городе такие три замечательные площадки вы исправили. Это дворцы, просто дворцы искусств, в которых приятно работать, находиться. Ну, в этом театре, во-первых, меньше мест, по-моему, он теплее. Здесь есть оркестровая яма, что немаловажно. Ну, вот это помещение, это идеальное помещение для музыкального и оперного театра, где можно опера, перета показывать. Ну, естественно, так как мы люди современные, мы использовали все современные средства, только есть это и видеоконтент, и изображение, и, ну, актерская игра, как без актерской игры, естественно. Работали очень много, потому что профессиональных музыкальных актеров нет в городе Пельга, поэтому очень много репетировали, чтобы все-таки они играли живое. Так как я профессионал, для меня самое главное все-таки добиться конечного результата, потому что, предположим, литератор, там, написал сочинение, так его поставили, а у меня получается так, что я сама режиссер, и я сама должна это воплощать. И поэтому, если я не добиваюсь результата, значит, я просто не владею профессией. Поэтому, конечно, в какой-то степени, конечно, нет предела прекрасному, и добиваться можно без конца. Конечно, я добилась того, тех задач, которые я поставила, то есть воплощение той идеи, этой темы, вот теми средствами, которые здесь есть. Я могу сказать, что, не будучи профессиональными артистами, но музыкально обученные люди, которые привыкли вот в капелле вместе петь, концертировать, все равно это люди не просто с улицы. Часто, знаете, в Мюзикл выиграют с улицы людей молодых, но они обладают такими данными, хотят танцевать, петь, и они прекрасно играют. То есть люди здесь одаренные на пензенской земле, люди, старающиеся, трудяги люди, то есть репетировали все не просто, ну вот бывали как-то там, ну для галочки, репетировали все страстно, очень много. Поэтому, во всяком случае, моя совесть чиста, вот то, что мы видим, на сегодняшний день, это, так сказать, предел наших мечтаний, чтобы мы хотели здесь показать. А дальше посмотрим. Ну, конечно, мой папа был на фронте, воевал, пришел с войны. Моя мама ездила по военным городкам с папой, учительницей была. Старший брат погиб на войне, моего отца, то есть моего отца старший брат. Конечно, всех коснулась война. Потом мы воспитаны были в школе таким образом, что у нас эта генетически память была, хотя мы не являлись свидетелями сами этой войны. Ну, страница книг, литературы, послевоенные годы, в которые мы были там детьми еще, строилась уже, строилась послевоенная Россия, Советский Союз. Это все у нас в крови, от этого никуда не денешься, поэтому мы это так же сопереживаем и сочувствуем чужому гору. Все чужое горе – это наше горе военное. Спасибо большое. Спасибо.